Согласно статистике, каждую минуту с конвейера в мире сходит один новый автомобиль. Автомобили незаменимы, и их с каждым годом становится все больше. Но не стоит забывать, что за всеми плюсами автотранспорта скрывается и большое количество аварий, которые ежегодно растут. О том, какая ситуация сложилась на дорогах Славянского района, расскажут наши корреспонденты. В Славянском районе значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Из них 32 человека погибло. Более половины участников аварий получили ранения. За первые 17 дней декабря уже произошло порядка 100 дорожно-транспортных происшествий. В чем причина роста количества аварий, рассказал начальник отдела ГИБДД по Славянскому району. Основными причинами, на мой взгляд, и на основании анализа, проводимого моими сотрудниками ежедневно, основными причинами, конечно, является невнимательность водителей прежде всего. Особенно это происходит в утренние часы и в период разъезда граждан от места производства работы к месту жительства. Сотрудники ГИБДД совместно со Славянской ротой ДПС применяют все возможные меры, чтобы снизить аварийность на дорогах. Они постоянно проводят спецоперации и всевозможные рейды. Буквально 12 декабря закончилось проведение операции «Резвый водитель». Она была направлена на выявление нарушителей скоростного режима. В преддверии праздников также планируется провести ряд мероприятий. Мы готовимся к проведению таких операций, как БАХУС. Это направлено прежде всего на выявление и пресечение нарушений, допускаем, водитель в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении. Славянская рота ДПС обслуживает два района – Славянский и Красноармейский. Сейчас сотрудники дорожной полиции максимально направляют все свои силы на то, чтобы снизить аварийность на дорогах. Не проходят они стороной и поселения. С 15-го началась операция «Анаконда», поэтому мы перешли на 12-часовой рабочий день путём увеличения плотности нарядов. Тем самым, думаем, также и снизить аварийность на дорогах одного и второго районов. В то же время по Славянскому району нас волнует обход Анастасиевской, где в ноябре был допущен рост дорожно-транспортных происшествий. Это переход дороги в неустановленном месте, несоблюдение скоростного режима. К сожалению, были там погибшие. Всего за год сотрудниками ГИБДД совместно с ротой ДПС было проведено более 20 оперативно-профилактических мероприятий. За это время произошло 118 ДТП со смертельным исходом и ранениями. Это на две аварии меньше, чем в прошлом году. И более 1200 трагедий на дорогах, где не пострадали люди. Сотрудники ГАИ ещё раз обращаются к автолюбителям, быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».